Всем доброе утро! Если у вас, конечно, утро, а вот у нас, например, утро. Смотрите, у нас как будто женское королевство. Каждый в своем зеркале. Мы уже проснулись, время половина седьмого была, да, когда мы проснулись? Сейчас уже начало восьмого, да. Быстренько красим бровки, реснички и, наверное, съедим по сырнику по дороге. И выбегаем. Мы даже успели по сырнику съесть. Я съела. Я тоже. Два. А я и не елась. Все, мы уже в машине. Маша туда инструктаж бабушке проводит. Рот не открывать. Рот не открывать, если открыла, чтобы закрыть, придется прикусить нижнюю губу, иначе... Да, говорит, пыталась улыбнуться на камеру. Полетели слюни. А как я могу не улыбаться, когда у меня все время рот на уши? Не знаю. Будет еще что-то. Ну, интересное будет видео, в общем, у тебя. Да, я думаю, да. Так, вот так вот ты задом выезжаешь. Вот это ты красава. В горку, задом, еще и в ворота, а потом еще и развернуться на носу. Вообще, крутышка. Ой, ну, я, кстати, задом тоже. Мне легче. В зеркала видно, куда тебе попадаешь. Я не люблю задом ездить. Понимаю. Я стараюсь минимально это делать. У меня этот стресс. Я когда-то... Когда задом? Я когда-то, да. Когда-то кого-то... А, я помню, ты рассказывала. А, кстати, Аня, из-за твоей истории у меня стресс, когда я вечером с парковок выезжаю задом. Потому что там и сзади... Про серую машинку, которую не видно в сумерках. Ну, вот и все. А я все время ищу эту серую машинку. Еще не нашла? Нет, слава богу. Нет, а я столбик вспоминаю все время. Да, я много чего вспоминаю задом. Поэтому, девочки, поэтому я задом и не езжу. Первый раз я задом ехала быстро. И вклеилась в порожек. В общем, это было между гаражами я заехала. Это ты на Славуте еще приедешь? На Славуте, да. Это были первые дни я за рулем. Заехала между гаражами. Чинили мы ее. Вот. И потом я сдавала назад. А там, получается, узкая дорогушка. Ну, видно все ровненько в зеркало. Еду, рулем не кручу. И тут жиро. А я так. Там мужики стоят, все же смотрят. Я же такая королевна. Красиво. Да, красиво. Думаю, сейчас я вам покажу. Все такая. И у меня просто, ну, прикиньте. А там, получается... И мужики. Да, нет. А они еще и рассказали. А, понятно все. Ну, короче. Так вот. Там был съезд с гаража. Ну, знаете, как асфальтированный. Но не вот такой пологий. А сбоку был бордюрчик. Ну, какого-то фига. Его, естественно, в зеркала не видно. А, предупредить тебя про бордюрчик они не смогут. А никто не думал, что я ломанусь, как дурная. Но задом где-то, что педаль много давить не надо. Она очень быстро едет обычно задом машина. То есть там скорость третья получается по скорости. И когда это уже знаешь, то ты просто притормаживаешь все время. Подгазовываешь, притормаживаешь, когда задом едешь. Ну, а я еще не совсем знала. Да, я оторвала себе вот эту защиту на колесе. Знаешь, брызговик. Ну, что там еще заодно отлетела. Ну, они сразу тебя еще раз починили, да? Да, они подбежали, начали ржать. Ну, в общем, мне было очень обидно. Ну, на следующий день, когда я к ним приехала, на том же месте стоял мужик. С такой же точной историей. А я такая, и по-моему, ну, не по-моему, а тот, который вчера ржал. Вот просто карма моментальная была. Я такая, приезжаю, говорю, что? Не надо быстро задом ездить? Они мне говорили. Ну, и с тех пор я быстро задом не езжу. И всех учу, задом едем, очень медленно. Даже если там просто аэродром сзади, ты понимаешь четко, что там ничего и никого нет, там может быть, зараза, вот такой столбик, которого не видно. А я всегда вспоминаю слова мамы. Она мне сказала, что там всегда могут выбежать дети или собаки. Да. И я прям эту фразу, там всегда могут выбежать дети и собаки. Раз на тормоз, так. Да, и это получается внезапно, и никто этого не предусмотрит. А если ты едешь медленно, то даже если кто-то выбежал, он смог... Да тут такой лежачий полицейский почувствовали, да? Так. Ну, в общем, не состоится у нас сегодня прыжок. Так, короче, я позвонила. Тут закрыто. Я позвонила. Пойдемте в машину, холодно. Я позвонила, говорят, а у нас сегодня же нелетная погода, мы типа не прыгаем. Я такая, а нам никто не сказал. Не, ну, он такой бедный. Я потому что говорила, перезвони. Очень жаль, что вам никто не сказал, потому что у нас под предварительной записи всех... Не послушала меня. Говорила, перезвони. Да. Так ничего бы не поменялось. Это вот эта взлётная полоса? Ну, как тебе сказать, ничего не поменялось? Мы бы просто... Ещё бы могли валяться там, не знаю, кофе попить. Ну, ладно, всё, что не делается, всё к лучшему. Поэтому... В общем-то, сказали, что погода нелётная, приезжайте в следующую пятницу или в следующее воскресенье. Очень жаль, что вам не позвонили. Должны были. Видно, что-то произошло не так. Простите. Значит, не судьба у меня была сегодня. Вся жизнь впереди. Когда приедешь, он ещё раз. Маша, наверное... Это холодно будет. Да, наверное, я только хотел сказать, следующий подарок этот будет перенесён... На следующие десятилетия. На шесть десятилетия. Прикольно. На юбилей, классно. Так. Всем большое спасибо, кто волнуется за название нашего канала... Ой, канала. За название нашего коллектива. И кто смотрел внимательно один из моих влогов, где в конце я рассказывала по поводу того, что мы не знаем, как правильно... Как писать теперь в объявлениях наше название. Эш. Потому что на украинском э, короче, там с е очень часто путают. И получается, часто пишут, говорят на эше еш. И мы решили писать на английском. Через и английскую. Ну, читая как эш. Короче. И начали писать, что кто знает английский, тот будет читать иш. А кто не знает английский, тот будет всё равно читать еш. И мы решили прописать эш на английском и послушать, как это звучит. Вот эш через е. Эш. Нет, эш. Эш. А эш через а. Сейчас включаем. Эш. И как аш? Эш. Да не аш это. Это эш тоже. Ну, звучит как аш. Эш. Как эш. Это не может произноситься как аш. Не, не. Эш. Ну, это же явно эш. Это просто эш. Это эш. Это разные э. Ну, смотри. Но это э. Что делать, пока мы ещё не заказали объявление? Как? Я бы писала русской. Русский эш, да. Ну, хотя у вас брошюра на украинском написана вся. Да. Люди, если брошюра написана на украинском, они будут читать эш. Студия, фитнесу и танцию эш. Ну, на украинском, когда читаешь, невозможно по-другому это прочитать. Никто не прочитает еш. Читают. Ну, мам, ну это не твоя проблема. А те, кто неграмотный и не понимает, что это украинская буква. Просто украинская буква е, она почти такая же, как и э. По обратную сторону. Нет, в ту же сторону. Смотри, е пишется вот так, а э пишется вот так. Ты чё, мам, посмотри. Мам, на украинском. Включай. Так, тётечки. Видите, в чём проблема с этой буквой? Русская е пишется как украинская э. Да, а украинская е как пишется? Украинская е вот так. Да. А, а э украинская. Вот так. Да, в одну и ту же сторону. Так кругленькая, так квадратненькая. Ну, в смысле, все люди знают, что эта буква е, а эта буква е. Нет, не ест. Мам, то ты не должна менять своё название под тех людей, которые не могут отключить, какого языка эта буква. Ты издеваешься? Давай сейчас будем... Оно на русском написано ешь. Если на украинском ek, на русском это ешь. В брошюре что-то. Ну, сейчас буду писать. То есть, все-таки будем писать на украинском. Конечно. Просто, если вы... Это и надо, и эту сразу менять. Если вы просто куда-то отправляете заявку, пишите в скобочках, типа, название. Эш, вот так, в скобочках. Укр на украинском. Еш, ну, типа, на русском. Да, нет, это уже занадто. Ладно, все, решаем. В общем, мы приняли решение оставаться на украинском. Эш. Кто говорит, еш, это его проблема, как сказала Маша. Откуда появилось название Эш? Все очень просто. Это просто сочетание букв. Я придумывала разные-разные-разные названия для нашего коллектива. Писала их, выписывала на список. Потом мне пришло в голову вот это вот Эш. Мам, я не вижу. Спасибо. И я тоже вписала в список. Потом мы голосовали с девочками. Там был мой основной состав. И они все приходили на тренировку. Задеваешься надо мной. Приходили все на тренировку. И я всем давала листик проголосовать. И все единогласно. А нас было тогда 9 человек в основном составе. Проголосовали за Эш. Ни к чему не привязанное название. Они ничем не ассоциируются. Просто мы решили, какой смысл мы внесем в это название. Так нас и будут воспринимать. Смысл имеется в виду нашими постановками, нашими идеями. Ну, в общем, нашими образами. И вот так мы стали Эш. Ну, тогда все было на русском языке. И вообще такого, ну, э-е не было момента. Потом все перелили на украинский. Ну, в общем, мы будем Эш на украинском. Спасибо всем, кто поднял кипиш в комментариях. И все-таки я поняла, что это важно. Надо еще об этом подумать. Только что написала дизайнеру, чтобы все переделала. Она сказала ок. Я так долго расписывала на ок. Так, что-то я еще хотела рассказать. Забыла. Важное, что-то хотела. Меня, что ты так много болтаешь. Вспомнила. Меня не обвиняют. Меня обычно обвиняют. Ты намного болтаешь. Показывай. Хоть и болтай. А, знаешь, можно... Вы так медленно, размеренно рассказываете. Мажет, арахтит без остаток. Можно просто видеоряд подставлять. Поняла? Когда базаришь много, подставляешь видеоряд. Какой видеоряд? Как я кровать застилаю? Да! Каждый раз? Нет, ну как кровать застилаешь? Как где-то кафе ешь. Ну, не знаю. Как Артема целуешь? Ну, чтобы картинка интересная была. Нацелуй Артема в разных позах. И вставляй, пока тараторишь. И все. Добро. Да. Так вот, сапоги. О, еще сильно обсуждаемая тема. Какие сапоги лучше, какие мне идут. Многим понравились сапоги высокие. И когда мы с Машей мерили под то платье и все. Ну, это ботфорты. Ну, то есть, они выше колена. Мне неудобно в таких ходить в плане... Ну, то есть, это как-то очень вызывающее. Я себя ощущаю немножечко девушкой легкого поведения. В таких сапогах, в коротеньком платье, понимаете? Ну, я не такая смелая, в общем, чтобы их носить. Боже, бред какой-то. Ну, бред не бред, но мне некомфортно. Ну, что, я буду покупать себе обувь, в которой мне будет дискомфортно. Я буду идти, я понимаю, все будут смотреть, всем будут нравиться, но мне будет как-то не по себе. Буду думать, что обо мне кто-то может как-то плохо подумать. А мне не нравится это. Поэтому я купила молочные, я хотела. Конечно, мне нужны теперь и черные. Либо сапоги, либо ботинки. То есть, черная обувь будет обязательно. Это так, это дополнительная, это не основная обувь. Но мне очень они понравились и очень сильно захотелось. И они удобные, мега. В них не жарко. У нас сейчас теплая осень, реально теплая. Теплые сапоги покупать, их будет некомфортно носить, потому что жарко будет сейчас. Вот, черные я куплю, скорее всего, уже более теплые на холодную пору. Вот, и нужны мне еще все-таки ботинки черные, скорее всего. И, наверное, это будут вот те с острыми носочками, которые и мне понравились, и вам понравились, и, я уверена, Артему понравятся. О, мы приехали на вокзал. Ну, в любом случае, спасибо за актив в комментариях, что вы так эту тему обсуждаете. Я, наверное, вас сейчас быстренько вот так высажу. Хорошо. Кстати, тут есть Макдональдс, да, где-то? Мы можем зайти кофе там попить, да. Надеть, Маша, дальше, там уж разворачиваться, дед Макдональдс. О, все. Я забрала Машину кофточку теплую. Маша приедет на следующих выходных. Я забрала Машину термобелье, потому что я же должна была лететь с парашютом. Все, зайчик, мы погнали. Спасибо за заботу. Очень хорошо провели время. Встретили даже Асю утром. Одного человека встретили. Вчера Артем, а сегодня Асю. Вы знаете, куда? Сюда автобусы? По ступенчикам надо туда. Да, да, да. А туда Макдональдс. Там Макдональдс. Сейчас пойдем. Все хорошо. Люблю вас, целую. Сейчас я тогда... Подожди, Маша, еще секунду. Идем в Макдональдс пить кофе. И может быть что-то есть. У тебя маска далеко? Нет, рядом. Ай, мне надо и спать. О, колонки такие, как я хотела. Они, наверное, не настоящие, тебе. Надо посмотреть в том, что... Я маме на день рождения буду колонку дарить. Как у Маши. Не надо мне такую большую. Мне надо даже маленькую, портопильненькую. Она, кстати, тяжелая. Ну, пойдем, пойдем. Пойдем вместе посмотрим, да. Какую захочешь, такую выберешь. Люди так все сейчас смотрят, будто бы первый раз блогера. Я уже привыкла, что не обращают внимания. В Черкасах, по крайней мере, я иду, снимаю. Не обращаю. Не надо вернуться. А, это Виктория. А тут прям все очень сильно смотрят. Она отойдет и тарахтит. Да, даже оборачиваются. Мы уже почти пришли в Макдональдс. Будем пить кофе. Вот вокзал, кстати, киевский. А вон Макдональдс. А вот там еще есть такое тоже. Это пицца. Тоже там кафешка хорошая. А, нормально. Макдональдс. Как мы только что делали заказ, это надо было снимать. Смотрите. Видите, вот это вот сочетание. Вот мы решили взять вот это с мамой. И она начинает уточнять. Моку, донат, рисовые гурифы. Перечисляют что-то. Я говорю, короче, нам два публика и два кофе. Вот туда, наверх, мам. Говорю, что за донат? Она, ну вот эта вот эта штука с гуришками вам. Я говорю, в общем, нам два бублика и два кофе. Ну да, 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 хорошо. Поняла. Вот наши бублики. Наши. Кофе плюс молоко плюс какао. Вот это. Ты сколько раз в своей жизни была в Макдональдсе? Да, я не знаю, наверное, третий. Три. Я тоже думаю, не. По крайней мере, вот тут либо чизбургер, либо гамбургер. Чего-то, я не помню. С булка с чем-то внутри ты ела один раз. Я ела один раз в жизни, мы были, ехали с детьми откуда-то, и они все вот от Макдона, в общем, я аж смотрю, что покупают, и себе такое купила. Ага. И сижу в поезде так, отпустила, смотрю на это все. Кристина, подходит. Я надеюсь, она, ну видно, по глазам. Говорит, а вы что, никогда не ели? Я первый раз. Ну да, гамбургер. В общем, вы поняли, да? Мы Макдональдс не очень любим. Не очень это нахерко. Дублик. А что ты там внутри? Как тебе? Блин, зачем столько сахара? Очень сладкий. И кофе сладкий. Еду просят. Подписывайся на канал. Боли, доли. Вот так и надо сказать. Ну, ну что нет. Да, надо. Давай. Приготовьтесь. И подписывайся на канал ВВиктория.